Ни стыда, ни совести. С началом частичной мобилизации ульяновцам стали поступать звонки с предложениями страхования жизни. Услудливым тоном, за знанием дела, якобы сотрудники страховых компаний предлагают услуги. По телефону они запрашивают персональные данные и склоняют к оформлению договора немедля, чтобы сэкономить время клиентов. Только вот представляться можно кем угодно, и дела так не решают, утверждают в одной из известных страховых компаний. Договоры страхования жизни заключаются при предоставлении паспорта на основании заполненного заявления лично страхователям и за личной подписью страхователя. Договор страхования жизни также подписывается страхователям лично с целью подтверждения достоверности представленных личных данных. Иных вариантов заключения договора страхования жизни не предусмотрено. В Государственном юридическом бюро уверены, что оформлять дополнительную страховку нет смысла. Все решено на государственном уровне. Я думаю, что в данной ситуации гражданам, которые будут мобилизованы в ряды российской армии, им вообще не надо думать об этом, потому что государство берет на себя такие обязательства. И жизнь военнослужащих, проходящих службу, она страхуется уже автоматически. Обычное мошенничество. Никто из страховщиков не будет составлять по телефону договор на страхование жизни. Переоделись в агентов те же лица и их подельники, которые недавно звонили и представлялись сотрудниками службы безопасности банков, запрашивали коды и воровали деньги с карт. Просто злоумышленники решили сменить декорации на злобу дня.